Я в принципе к любым боям готовлюсь одинаково, всегда в своем клубе, в своем клубе рост. Однообразная подготовка, в принципе, пытаюсь совершенствовать все свои навыки, как физику, так и технические действия. Вот, не без разницы, с кем драться, я под соперником никогда не готовлюсь к конкретному какому-то. Я готовился к этому бою очень долго. Я считаю, что самая важная часть подготовки к титульному бою – это функциональная подготовка. И еще вторая часть – это спарринги. Я в целом доволен подготовкой, хорошо настроен, чувствую себя отлично. Роберта я давно видел. Сильный, хороший соперник, топ-уровня, я считаю. Я буду делать все, чтобы добиться победы. Я намерен доминировать. Абсолютно полный. Доминирование так настроено. Ход боя покажет, как мы начнем и что из этого получится. Здесь, я думаю, сойдутся борьба характеров, и мы не будем друг друга переигрывать, мы будем друг друга перерубать. Наверное, будет так. Но я так думаю. Не важно в стойке, это в партере. Я готов, да, работать в любой стихии. Я готовился, я говорю, что я совершенствуюсь во всех направлениях. Все говорят, что он такой опасный, то этот, то партери, там, болевые, там, удары, там, передняя нога. Не знаю, то, что он предложит, мы можем предложить еще больше. Если он предложит удар, то мы можем ударить в борьбе. Сейчас, на данный момент, для меня этот бой в Лиге Сибии, за поезд чемпиона организации, самый важный в карьере. По всем параметрам. По тому, что этот боец стоп-уровня, который выше меня по рейтингу на 50-60 строчек. И это мой первый бой, это чемпионский поезд, который мне никто никогда не давал. Поэтому я очень благодарен Лиге Сибии. Сделаю все для того, чтобы не разочаровать своих зрителей. Я думаю, что брюзинская публика будет полностью поддерживать. Всем понравится. И ожидаю хорошей поддержки. Прикласил потом Сергея потренироваться вместе. Не знаю, воспользовался ли Сергей этим предложением. Но, тем не менее, таким образом, Альберт Гураев показал свой дружелюбный настрой по отношению к сопернику. Ну и, конечно, куда более богатый опыт у Михаила Царева. И с этой точки зрения тоже весьма любопытное противостояние. С одной стороны, уже такой состоявшийся, матерый боец. С другой стороны, спортсмен, который лихо набирает обороты и мощь. Альберт Гураев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, главный бой сегодняшнего вечера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Михаил Царев против Альберта Дураева. Бой за пояс чемпиона АСБ в полусреднем весе. Действующий обладатель титула Альберт Дураев противостоит опытнейшему претенденту. Мощный клесткий хай-кик выбрасывает Михаил Царев. Хорошо двигается. Пытается спровоцировать соперника на необдуманной атаке. Михаил на первых секундах этого боя. Ну и два лоу-кика уже успел выбросить Альберт Дураев по внешней и по внутренней стороне. Пока что вторым номером действует Альберт Дураев. И сразу же, судя по всему, первым же ударом достал Михаила Царева Альберт. Привиделось мне рассечение в районе носа у Михаила Царева. Но, видимо, просто игра света продолжает очень агрессивно действовать Царев. И сейчас, судя по всему, рассечение у Альберта Дураева. Прошла одна минута. Первая минута встречи позади. Да, действительно, вот сейчас оправдывается то, о чем говорил Михаил Царев накануне этого поединка. Что он считает, что какой-то тактический игры, скорее всего, не будет. Будет просто противостояние на встречных курсах. Где очень большую роль сыграют бойцовские качества соперников. Хороший, правый, прямой. Получается у Альберта Дураева. Кстати, Дураев говорил, что будет действовать по ситуации. Какого-то прям жесткого плана на бой нет. Если почувствовать, что Михаил Царев его перебивает в стойке, будет пытаться переводить поединок в партер. Если же Альберт Дураев будет сам выигрывать в стойке, то, соответственно, оставит все как есть. Да, добра добра искать не будет. Но пока сложно сказать, кто выглядит предпочтительнее. На встречных курсах работает топа. Хорошо, две минуты прошло. Более собранным, более жестким, что ли, выглядит Альберт Дураев. Действует он более закрыто. Ну, а у Михаила Царева... Ох, какой апперкот был! И, судя по всему, это все. Заканчивается этот поединок. Вот так один апперкот, как обычно, решил судьбу. Ну, или как обычно, как часто бывает, решил судьбу этого боя. Разходит руками Михаил Царев. Может быть, не согласен он с тем, что это был технический нокаут. Но, на мой взгляд, здесь было, в общем, все очевидно. Просто рухнул на канвас Михаил Царев. И затем добивание. И абсолютно логичная остановка рефери. Расстроен Михаил Царев. Но это шанс, конечно, был для него очень большой аванс. Дала Михаилу Лига ICB. Вот так сразу же пригласив этого бойца, выведя его на чемпионский бой. Ну, давайте посмотрим повтор того удара. Очень мощное попадание. Ну, кстати, смотрите. Двумя руками закрыл голову еще во время падения Михаил Царев. Удары пришлись по защите. Именно поэтому, видимо, Михаил высказывал определенные претензии к вот такому варианту остановки боя. Но справедливости ради отметим, что защита неактивная. Абсолютно верно. И, но формально каких-то претензий здесь к рефере предъявить мы не можем. А по сути происходившего сложно ждать от рефери, что он будет ждать, когда там будет десятый, двадцатый удар по сопернику, который активно не защищается. Нанесен. Поздравляем Альберту Дураева. Быстрая победа в титульном поединке. И он остается чемпионом ICB в полусредней весовой категории. Настолько расстроен от Михаила этой ситуацией, что даже не подошел на формальное объявление победителя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok